Всем хай! С вами Юджина и сегодня, как я и обещал, мы будем с вами собирать все коллекционные предметы, все кассеты, все записки, все... Вообще все, что можно найти в игре Poppy Playtime Chapter 2. Я знаю, что я очень много чего упустил при первом своем прохождении второй главы. И, возможно, кто-то из вас пропустил это самое прохождение. Вот оно, можете посмотреть, наслаждайтесь. Ну а мы приступаем! Поскольку это видео называется «Все кассеты, все записки и все коллекционные предметы», я покажу и вправду их всех. Я не хочу вырезать те, что я уже видел при прохождении, чтобы это видео было полноценным. Итак, практически в самом начале игры мы находим первую картонную статую Хаги. Давайте послушаем все ее реплики. Как будто нужны обнимашки. Почему-то мне кажется, что этот голос не совсем подходит Хаги. Прижди меня покрепче. Обещаю, кусаться не буду. Ты не можешь давать такое обещание, Хаги. Короче, мне кажется, что у него должен быть какой-то голос, не за чуть более звонким. Подойди поближе, дружок. Сожму тебя, пока ты не... О боже мой, это так неприятно звучало. Первую кассету, первую записку и первую коллекционку мы находим сразу же в кабинете Людвига. Если это его кабинет. Похоже, что это его кабинет. Забираем цветочек. Итак, это Дейзи. Вот это мы ищем. Кассетка и записка. Вот, наконец-таки, они добавили возможность увеличивать записки. Заметки. Этот эксперимент утилизировал живую крысу. Крысу кормили три раза в день в течение двух недель. По истечении двух недель крыса была убита и помещена в цветок мака. Через одну неделю электрическим током шарахнули по этой крысе, все еще в геле, в попытке ее оживить. Крыса так и не ожила. Анализ. Я все еще верю в потенциал макового цветка. Его необычные свойства заставили меня поверить в то, что правильная микстура и процедуры способны изменить жизни. Цветок мака на протяжении долгого периода времени имел большой символизм. И я думаю, это не просто так. Возможно, нечто большее, чем крыса способна дать другие результаты. Теперь давайте посмотрим кассету. Playtime Co. Это продукт великого человека по имени Элиот Людвиг. Разведенный, но по натуре семейный человек. Его главной целью всегда было создание потрясающих игрушек для потрясающих детей по всему миру. Людвиг тратил все свое свободное время на фабрике, работая в поте лица, чтобы всегда повышать планку и удивлять. В 60-х годах трагическая гибель в его семье разбила его сердце. Но будучи амбициозным человеком, он вновь воспрял духом и продолжил воплощать свою мечту в Playtime Co. Людвиг не смог бы бросить проект незавершенным. Но как один человек сумел создать такую невообразимую империю? Как ему удалось не потерять решимость даже после пережитой им мучительной утраты? Все началось в тот роковой год. 1900. И это что, по его запросу сделали эту кассету, этот фильм? И кому он хотел его показывать? Не суть, давайте двинемся дальше и будем искать следующие секреты. Вы в курсе, что при первой встрече с Поппи можно к ней прям забраться? Я это попробую сейчас сделать. Опа, и правда к ней можно забраться? Посмотрите, как стремно она смотрит на меня. Почему все стало таким стремным? Почему все в крови? А, это походу я залез внутрь нее. Это так она видит мир, интересно? Следующую картонную фигуру мы сможем с вами найти на станции. При прохождении я, кажется, ее пропустил. Здесь мама и буги-бот вместе играют. Тут одни глюки. Понятно, записи все повреждены здесь. Вдоволь наигравшись с этой картонной фигурой, мы должны посмотреть налево и увидеть вот здесь, на детской площадке, в этой трубе, коллекционочку в виде паровозика. Все там же, на железнодорожной станции, можно найти фигурку Киси-Миси. Приготовьтесь к поездке! И, насколько я помню, я тоже не все слышал реплики. Смотрите, темп ускоряется. Она только что спародировала песню Хаги-Ваги. Заблюдайте правила безопасности и веселитесь! Очень прикольно разработчики намекнули на то, что произойдет в конце эпизода. Ибо когда она имитирует стук колес, темп все больше и больше ускоряется, предвещая аварию, в которую мы попадем с вами в конце. Одно интересное наблюдение. Вагончики на данном паровозике не имеют дверей. Соответственно, непонятно, каким образом они катали детей на нем. Картонного бонза можно найти, сразу спустившись в музыкальную память. Мы можем активировать его прямо отсюда. Я знаю, когда у тебя день рождения! 28 июня! Загадай желание! С днем рождения! Он помешан на моем дне рождения. Когда он меня поздравляет, такое ощущение, как будто он орет на меня. Следующую зеленую кассету мы находим на фабрике по производству рук для грэпэка. Берем ее и смотрим. Кажется, я ее, кстати, пропустил при прохождении. Но теперь... Нет, я ее не пропустил. Нет, я пропустил ее! Это как раз-таки получается туториал, как пользоваться зеленой ладонью. Субтитры создавал DimaTorzok Ах, как прикольно! Будет классно, если каждый новый эпизод Poppy Playtime разработчики будут добавлять новые фишки для грэпэка. А в самом последнем эпизоде все фишки, заявленные во всех частях, будут объединены в одно. И я очень надеюсь, что они сделают упор на головоломки, ибо по мне это лучшая часть игры. Также в этой же комнате мы можем найти коллекционный предмет. В виде руки. Ах, теперь он наш. Следующую картонную фигурку динозаврика-бронтозаврика мы найдем на складе. Давайте послушаем все его реплики. Хочешь услышать шутку про динозавра? Кликни разок для вопроса. И еще разок для шутки. Как называют динозавра с одним глазом? Он нас заметил азавр? Вот его голос похож на голос Хаги, и вот ему как раз таки больше подходит. Как называют динозавра с шумной носопыркой? Чихонозавр! Оказывается, у него еще есть шутки. Как называется самый страшный динозавр? Так. Почему-то мне от этого стало жутко. Потому что я вижу его, вот он. И он выглядит очень крипово. И я знаю, что еще один будет стоять здесь. И он еще больше по размеру. И он смотрит как будто бы на меня. Также на складе можно найти коллекционку, которую я не заметил. Она стоит вот здесь, наверху. Но по каким-то причинам я не могу ее зацепить. Я так понимаю, мы должны использовать эту кличню. Надо только подвинуть эту кличню сюда. Чтоб она встала ровно над статуей. Где-то вот так. Идеально. Запитаем ее. И коллекционка наша. Оп. Иди ко мне. Это статуэтка Бонзо. Но прежде чем покинуть склад, нам нужно найти голубую кассету. А также обратить внимание на картонного подсолнуха. И я всеми картонами за тебя. Дошла? Корни. Хм. Как приятно. Ты робот. Какой твой лучший друг? Дружок, как дела? У него очень интересные реплики. Так как он говорит, во-первых, ты робот. Во-вторых, я за тебя как бы болею. За меня имеется в виду, как за игрока. Он хочет, чтобы я победил. Ну а голубая кассета запрятана довольно-таки хитро. Прямо вот за этими котами, которые на тебя смотрят надменно. Если мы посмотрим им в глаза, попытаемся их задоминировать, то случайно увидим, как кассета лежит вот тут вот на стремянке. Забираем ее, вставляем в проигрыватель. И внимаем. Наконец-то это случилось. После стольких лет игнорирования, компания наконец услышала мои жалобы. Да? Они послушали очень внимательно. Видимо, мои слова их очень вдохновили на действие. Потому что на следующий же день я оказался здесь. На чертовом острове выброшенных игрушек. Почему я говорю сам собой? Господин на унитазе. Так представляется тому, кто сделал эту кассету. Этот чувак, которого зовут Ричи. Мы уже слышали его на кассете в предыдущем эпизоде. Скорее всего... Сэр Пупс Эллад. Многосрат. Вот так, наверное, можно перевести это. Скорее всего, Ричи превратили как раз-таки в мистера Многосрата. Еще одна коллекционная фигурка Хаги-Ваги находится... Или это Кисси-Мисси. Я не знаю, по-моему, это Кисси-Мисси больше. Да, это Кисси-Мисси. Находится, в общем, здесь сразу после Шлепни-Ваги. После этой мини-игры. Далее. Мы поднимаемся выше и... Находим кошку, которая любит конфетки. Нажми кнопку, чтобы покормить меня! На! Покорми еще! На еще! Больше! Больше конфет! На! Ну ладно, больше никаких конфет. Я объелся! Больше не хочешь? На! Я сказал, хватит! Жри! Прекрати! Жри! Все, оно покончено с ним, в общем. Надо похоронить с почестями. Четвертую мини-кассету мы можем с вами найти в локации загадки с вагонеткой. Сразу после встречи с Кисси-Мисси. И встреча это очень противоречиво, так как Кисси-Мисси не проявляет к нам агрессии, а только лишь бросает на нас игривый взгляд. До сих пор неизвестно, хочет ли она нам помочь, или же ведет нас в ловушку. Подбираем кассету и смотрим. Ничего, если я сниму это? Нет, сэр! Вот и чудненько. Что ж, Маркус, что случилось? Понимаете, я шел домой в тот день, а потом осознал, что забыл свой черт от бумажника в кафетерии. Короче, я пробегаю через лобби и вижу ее. Рукоятку швабры, застрявшей под дверью в корпус инноваций. И что ты сделал, Маркус? Ну, я решил, что просто вытащу чертову штуку. И? В общем, тянусь я к ней, а рукоятка швабры прокрутилась сама по себе. И я испугался до усрачки. Я думал, что я там один. Короче, я взглянул под ворота, и огромная чертова штуковина бродила в коридоре. Штуковина? Ты уверен, что это был не человек? Да какой там человек, ростом под 15 метров, с ручищами и ножищами? Маркус, это маловероятно. Может быть, ты просто увидел группу людей, проходящих мимо. Это были не люди. Ясно? Я без понятия, что это было, но это точно не человек. Кому ты об этом рассказал? Помимо меня, разумеется. Только вам, сэр. Разумеется. Ладно. Я распоряжусь, чтобы охранники посмотрели записи с камер. Что? Там огромных хренов монстров! Просмотров, иди от него не избавиться! Следи за языком, Маркус. Мы делаем игрушки, а не монстров. А теперь иди с глаз на лой. Хотя... Сделай мне кофе. Хотя, неважно, с глаз на лой. Я думал, что этот чувак, Маркус, говорит именно о Хаге. Оказывается, все это время он говорил о самом прототипе. Также интересный факт, если кто не знает, Маркуса играет известный ютюбер-летсплеер Джек Септикай. И по мне, он очень прикольно вписался в роль. Прямо перед тем, как попасть в игру статуи, мы находим очередную картонную фигурку. Это Пиджи, который является гусеницей и мопсом одновременно. Хочешь поиграть с Пиджеем? Гусеница или мопс? Могу подать тебе все свои четыреста лап. Я изголодался по вкуснейшим косточкам. А у тебя есть немного косточек для Пиджея? Играя в игру статуи, нам нужно забраться... О, блин, блин, о, близко! ...в трубу, которая называется Хард. Проползти немного вперед и увидеть здесь статую Пиджей. Черт! Я сделал это, когда свет включился. Как только мы пробрались в офис после того, как сбежали от многоножки, подбираем записки. Они лежат на столе. Раз и два. И прыгаем отсюда. Давайте ознакомимся с записками. Первый называется Оценка от Эс Абель. Оценка испытуемого в игровой станции. Имя испытуемого. Короче, Макейла Хайгоп. Оценивающая Сара Абель. Назначенная игрушка Candy Cat. Испытание номер один. Музыкальная память. Оценка выступления по пятибалльной шкале. Три. Результаты. У нее хорошее понимание концепта и хорошее выступление. Но Макейла совершала ошибки на нескольких цветовых паттернах. По моим наблюдениям, она очень паниковала, когда ошибалась в цветовых паттернах. Испытание два. Шлепни ваги. Оценка выступления. Три. Результаты. У Макейла есть небольшие проблемы в обращении с гребпэком. Очень часто она неметко стреляет по дырочке. Она очень быстро реагирует, когда видит хаги-ваги, но очень медленно замечает хаги-ваги. Испытание три. Статуя. Оценка один. Результаты. Макейла очень невнимательная. Она постоянно кричит и тыкает пальцем на что-то еще в помещении игры статуя, когда там ничего нет. К счастью для нее, Пиджей настолько далеко позади, что даже не может быть в... И кровь. Получается, Сара не успела даже дописать отчет. А теперь следующая записка. Погодите. Это одна и та же... Одна и та же испытуемая. Одни и те же испытания. Однако оценки от разных ученых. Ладно, давайте почитаем оценки Матео Лата. Музыкальная память. Оценка четыре. Макейла очень аккуратная и быстрая. Немножечко ошибок было сделано всего лишь. Испытание второе. Шлепни ваги. Оценка три. Не очень аккуратно пользуется грэпэком. Не очень хорошо ориентируется в пространстве. Однако быстро реагирует. И оценка прохождения статуи четыре. Результат. Абсолютно не сфокусирована. Макейла была очень вовлечена в предыдущее испытание. Однако в статуях что-то очень отвлекает ее внимание от препятств. Я понял, что произошло. Оба ученых писали свои отчеты одновременно. Наблюдали за Макейлой и в какой-то момент она увидела что-то, скорее всего, прототипа. Либо Хаги, либо мамочку. Которая позади них появилась. Позади ученых. И пока они писали, что отчет Макейла не сосредоточена на испытании. Эта штука схватила обоих ученых и убила. И они оба не дописали свои отчеты. Очередная записка, а также зеленая кассета может быть найдена в помещении с водоснабжением базы. Прямо возле двух больших красных кнопок. Поднимаем и читаем. У мамочки длинные ноги есть уникальная способность вытягивать свои конечности на несколько сотен метров. Это также касается ее пальцев, рук, волос, шеи, талии. Она очень враждебна ко всем сотрудникам. Но в то же время она очень по-матерински и дружелюбно тепло относится ко всем экспериментуемым. Она защищает их. Проблема. Ее враждебность стала моментально приносить проблемы. Но, возможно, есть способ поставить ее на место. Предложение. Мамочка длинные ноги будет идеально подходить для взаимодействия со всеми детьми в игровой станции. В ней присутствуют материнские качества. И любой бунтующий ребенок может научиться слушать свою маму. В этом есть смысл, что если она будет видеть своих детей ежедневно, это улучшит ее поведение. И очень маловероятно, что она будет выходить из образа перед детьми. Немедленно переправьте ее в учреждение с повышенной охраной. Обработка может начинаться. Сама же зеленая кассета находится вот тут вот, прямо на той стороне. Ее можно отсюда прям забрать. И я ее пропустил при первом прохождении. Давайте же посмотрим, что на этой записи. Джимми, твоя работа как главы отдела маркетинга в Playtime Co. повысила прибыль до небес. В чем твой секрет? Знаешь дело в мелочах, о которых многие бы даже не задумались. Например, имена. Удивлен, что ты это не знал. Берешь звук И, пихаешь его в конец имени и бум, срываешь кассу. Хаги, Мами. То же самое и с Поппи. Думаю, я... Голубой. Голубой это Боба. Какой твой любимый цвет? Наверняка голубой. Я прав? Зеленый. Ладно, ты уникум. Большинство людей сказало бы голубой. Но если серьезно, маркетинг не так легко, как кажется. Я делаю его лишь на вид легким. И если Playtime Co. и должны быть чем-то известными, так это не игрушками, а маркетингом. Какой самоуверенный юноша. Ну, не юноша, ему уже лет 30 с чем-то точно. В общем, он маркетолог. И, кстати говоря, голубой. И правда, мне кажется, очень довольно-таки популярный цвет среди людей. Он даже является цветом моего канала, вроде как. Ну, неофициально, я никогда на этом не застрял внимания. Но, по сути, моя конечная заставка всегда голубого цвета. Я очень часто записываю в майках голубого цвета. Кстати, забавный факт, что этот парень на кассете это Илай Ротф. Актер, который играл в Бесславных Ублюдках. Следующая картонка может быть найдена возле конвейера. И это Пчелокот. Жужжать или не жужжать? Вот в чем вопрос. Ты и я, мы жужжимся вместе. Не вынуждай меня тебя жалить. Я сделаю это. Тебе нужно уходить отсюда. Просто шутка. Веселись. Тут я узнал, что последняя глючная фраза это как раз таки мяу-мяу-мяу-мяу-баз. Забравшись наверх, можно увидеть еще одну коллекционку. Это получается вагонетка. А в самой сложной головоломке в конкретном эпизоде мы можем найти кассету красную и картонного буги-бота. Это бу-бу-бу-ги. Я реальный мальчик. Робот переходил дорогу. Его запрограммировали сделать это. Я люблю тебя. А ты меня любишь? Потанцуй со мной. Из-за кнопки мне больно. Забавно, что сейчас под моим роликом короткометражкой про хаги-ваги многие пишут, что я ошибся, что хаги-ваги это не эксперимент. 1.006. Но кое-что я угадал. Это то, что буги-бот это живой человек. Ну то есть все буги-боты и все игрушки здесь это бывшие живые люди. И как бы его реплика на это намекает. А также то, что мы находим игрушек в крови. Ну а красную кассету найти вообще практически невозможно. Ну как можно ее заметить вот здесь? Чтобы достать, нужно будет немножечко заморочиться и открыть вот этот чит. И подобрать. Давайте посмотрим, что на этой кассете. Это заранее записанное объявление для всех тех многих-многих сотрудников, от которых поступили жалобы в отношении очень здорового паука, который ползает по учреждению. Плейтайм Ко просит меня напомнить вам всем, что пауки таких размеров не существуют. А если бы и существовали, цитата, мы бы все уже давно были мертвы. Конец цитаты. Тем не менее, чтобы успокоить ваше постоянное нытье, компания направляет специалистов на нижние ярусы для проверки. Жалобы — это, видимо, основная обязанность всех в этой компании. Это просто паук. Вы все в безопасности. Прошу, пожалуйста, займитесь своей работой. Получается, руководство этой компании, Плейтайм Ко, делало все возможное, чтобы скрыть тот факт, что под компанией ведутся жесткие эксперименты. И они любые доводы находили, чтобы как-то успокоить всех, кто замечал что-то стрёмное. Еще одну коллекционку мы найдем, как только запустим этот конвейер. В прошлый раз я увидел ее, эту статую, но я не успел ее подобрать, потому что конвейер вперед меня двигал, и я упал. Вот, это статуя мамочки. И как только мы упали вниз, мы находим здесь еще одну записку, которую я уже находил ранее. Это Эдди отвечает в очередной раз от имени компании Плейтайм Ко. И да, это в строжающей секретности. Об этом проекте должны знать только руководящие лица в Ворренбахе, а также руководящие лица в Плейтайм. Как и было обещано, вам полагается очень хорошая компенсация за сохранение секретности. До 100 тысяч долларов. И держите в уме, что это примерная сумма. Мы желаем предоставить все необходимое оборудование для начала раскопок. Однако, чем самостоятельно вы сможете работать, тем больше компенсации мы вам предложим. Мы все еще желаем увидеть лабораторию завершенной через 12 месяцев. Но, что более важно, это то, что она должна быть сделана правильно. Дайте мне знать, если эти условия вам подходят. Я буду также рад и договориться о компромиссе, чтобы обе стороны были довольны. С наилучшими пожеланиями. Эдди М.Н. Риттерман. Забавный момент. При прохождении, чтобы решить эту головоломку с проводами, я использовал именно подсказку, которая лежит вот здесь. Именно последовательность проводов слева направо. Красный, синий, зеленый, желтый. И это сработало. Но, на самом деле, подсказка была даже не здесь. А она находилась вот тут вот. Здесь мы можем видеть цифры. Один, три, два. Но будем считать, что у этой головоломки целых две подсказки. Простая и для более прошаренных. Ну, я много играл в The Witness, поэтому я уже научился распознавать подсказки головоломки в окружении. И также, к моему большому сожалению, я пропустил кассету серого цвета. Я не удивляюсь, как я мог ее пропустить. Слишком был взбудоражен возможной игрой, что пропустил. Это серая кассета. Давайте посмотрим, что на ней. Код записи. 08502. В отношении. Эксперимент 1006. Прототип. На этой неделе почти случилась катастрофа, когда он чуть не сбежал из камеры. По всей видимости, прототип подключил цифровой будильник в своей камере и задействовал батарею, а также несколько других компонентов, чтобы создать лазерную указку, которую он направил на камеру наблюдения, выведя ее из строя. Эта выходка позволила ему находиться без наблюдения в течение 28,3 секунд. Как только камера снова заработала, его комната оказалась пустой. Одна наблюдающая направилась в комнату, чтобы подтвердить его отсутствие. Однако, открыв дверь, она осознала, что прототип спрятался в слепой зоне камеры. Прототип попытался сбежать через открытую дверь. Однако, второй наблюдатель сумел забереть ее удаленно. Несмотря на то, что сотрудница была все еще внутри, произошел один несчастный случай. Прототип, по всей видимости, обладает беспрецедентным уровнем интеллекта, значительно превышающим остальных испытуемых, а также тревожной тягой к насилию. Дальнейшее подавление этих инстинктов должно начаться немедленно, чтобы убедиться, что у других экспериментов не будет подобных качеств. Эксперимент 1170, Хаги-Ваги, имеет хороший баланс несложного интеллекта и максимального послушания. Конец записи. Мне нравится, что все записи, они сопровождаются картинкой каких-то рук. То рука мамочки, то еще какая-нибудь рука, то складская рука. Тут все завязано именно на руках, потому что, когда мы видим прототипа впервые воочию, мы видим именно его руку. Мы видим только руки у себя. И это даже не наши руки, искусственные руки. Так, а получается, что мы видим только лишь искусственные руки в этой игре. Мы еще не увидели ни одного живого человека. Только на записи, конечно же, на кассетах. Двух живых людей мы увидели, да. Это нарушает мою концепцию. А было бы прикольно, если бы только видели руки. Это было бы символично, как мне кажется. Что ж, последние две записки мы находим в кабине управления, как и попе, собственно говоря. Суть вопроса. Окна в игровой станции. Причина. Я не знаю, проводили ли вы когда-нибудь недели в комнате без окон с искусственным освещением. Но позвольте кое-что сказать. Это очень неприятно. И детишкам тоже здесь не очень нравится. Вы можете видеть это на их лицах. Я знаю, что сюда вниз невозможно впустить натуральное освещение. Но есть другие способы, правильно? Я думаю, как насчет окон повсюду поставить, а? Сделайте это и бам! Вот вам натуральная жизнь внизу. Я такое видел по телеку на прошлой неделе. То подземное место имело фейковые окна, а позади стекла стояли огромные лампы. И вот тебе все место освещено солнцем, как будто бы. Это очень приятно. Вы же хотите, чтобы у всех было хорошее расположение духа для игр? Сделайте это. Добавьте окна. И еще одна записка. Инструкция для сотрудников. Наблюдение в игровой станции. Инструкции. Начните с отправления отчета в контрольную станцию. Всегда соблюдайте небольшую дистанцию в 20 ярдов от мамочки длинной ноги. Поезд приедет с детьми в 8 часов утра. Все дети должны быть собраны внутри игровой станции. Порядок игр должен быть следующий. Музыкальная память, шлепни ваги, а затем статуи. Последовательность мостов и дверей из контрольной станции должна провести вас к каждой игре. Мамочка длинной ноги может вам ассистировать в сопровождении детей к каждой игре. В игру может играть только один ребенок за раз. Дети, которые не играют в игру, ждут в игровой станции. В ней установлен детский городок, чтобы они были чем-то заняты. Записывайте результаты прохождения игры каждым ребенком согласно следующим параметрам. В музыкальной памяти исследуется спокойствие, память и запоминание паттерна. В шлепни ваги координация рука-глаз и скорость реакции. И в статуях скорость, сила и выносливость. Как только дети завершили игры и покинули помещение, возвращайтесь в контрольную станцию. И дайте все отчеты. Миссис Стелла Грейбер, чтобы она разобралась с ними. И я вижу, как Поппи очень хочет освободиться, а я такой, пошла ты в жопу. Один, три, два, четыре. Мне не нужно брать эту записку, чтобы ввести код. Мы лучше повернемся к ней с задницей и увидим последнюю коллекционку. Вот она. Хрен ее найдешь. И это рука прототипа. А мы не можем отсюда уйти, пока не освободим Поппи. Да будь ты проклят. Что ж, вот мы и собрали все записки, все кассеты, послушали все реплики, всех картонных фигурочек. Нашли все коллекционки, вообще все секреты открыли. Это все я сделал специально для вас, друзья. Надеюсь, вам понравилось. Мне уж точно понравилось, поскольку теперь у меня есть более полное представление об этом эпизоде и об игре в целом. И я, черт подери, с нетерпением жду следующего эпизода. Я надеюсь, что вы тоже. Очень хочу знать, куда эта история будет двигаться дальше, какие нововведения нас ждут с грэппэком, с загадками, какие персонажи будут там. И мы обязательно с вами все это вместе посмотрим. И я готовлю новую короткометражку по вселенной этой игры. К сожалению, я не буду ее выпускать на этом канале, по крайней мере, в ближайшее время. Так как я развиваю здесь сторонний канал на зарубежную аудиторию, я пока не могу гнать вас всех туда, поскольку мне нужно, чтобы канал развивался. Как только придет время, я все скажу вам обязательно. Ну или, может, вы сами найдете. Ну что ж, друзья, спасибо всем большое. Поставьте лайки, если вам понравилось. С вами был Юджин и всем пац!